Друзья, привет! Всем привет, друзья! Сегодня поговорим об оплате, каким образом надо принимать сейчас онлайн оплату и что мы для этого сейчас делаем, чтобы вообще их принимать. Все мы привыкли переводить деньги на карту и это очень удобно. Все мы так платим всем вокруг, да, и просто там кому-то перекидываем, не задумываясь о последствиях, которые могут быть, а они реально сейчас могут быть серьезные. Мы хотим себя обезопасить и также по видео может обезопасить и вы себя этим видео посмотрите, когда, потому что уже время такое, когда надо об этом задуматься. Еще пять лет назад мы старались как можно больше угодить клиенту и чтобы не приезжать в магазин оплачивать картой, либо наличными привозить деньги. Мы принимали переводами, да, это было в новинку для нас. Да, пять лет назад в основном все же платили другими способами, не картами, не Apple Pay, там это вообще было не распространено, а сейчас это уже прям набрал большие обороты, я бы сказал, даже такие достаточно сложные проблемные условия для нас, потому что когда вы там заказываете где-то доставку еды, в каком-то агрегаторе, сервисе, вы же не можете оплатить переводы на карту Сбербанк, а люди, которые покупают цветы, привыкли, что это удобно и там цветочный малый салон, магазин, ларек принимают любые способы оплаты, хотя только можно, и не считают нужным, то есть сделать как-то по-другому. Подумать пять лет назад, что у нас будет там, грубо говоря, больше оплата это без нал и там 10 процентов нала. Да, вообще на самом деле это очень осложнило ситуацию, и сейчас мы принимаем, наверное, без нала 90 процентов платежей. Я думаю, так у всех участников цветочного бизнеса, да, все, кто работает, то есть все платят часами, телефонами, сколько глазами будет платить. И Артем, как ты думаешь, какие возможности выхода из ситуации, альтернативы? Слушай, надо, во-первых, учить клиента, говорить ему, что это невозможно, что это неправильно, что это неудобно, хотя ему это будет очень удобно, да, и наша задача донести до него, ну и получается брать оплату с помощью QR-кода, потому что QR-код он проходит в патенте, да, то есть это как альтернатива наземному эквайрингу, терминалу самому, да, QR-код, на котором ты посылки платишь. Я думаю, это самый оптимальный вариант для перехода на бесконтактные платежи, да, удаленно, но все же в рамках правил и качественного, то есть правил для легальности приема. Что же такое QR-код и как с ним работать? Да, сейчас я думаю, пересмотрим на примере телефонов, есть там доступы для кассира, есть доступ для, ну, кто владелец, да, бизнес-аккаунта, соответственно, мы сейчас посмотрим, как это выглядит, как это работает. Где-то телефоны, чтобы мы, мы установили на Пашевом приложении онлайн, приложение Сбербизнес, мы по Сбербанк, со Сбербанком работаем, не реклама, конечно, но компетентация от факта, и Паша сейчас получается сделать не QR-код, а я оплачу. Павел зашел в приложение как кассир, тут у нас все салоны, то есть все QR-коды всех салонов, вот видите, где рублей, это оплата на сегодняшний день, так как у нас утра еще оплата не было, соответственно, чтобы нам просмотреть историю, сзади пошел историю в каком-нибудь магазине, вот тестовое движение, посмотрим, вот у нас тут, получается, есть проводки по одному рублю, дальше давай, покажем, как создаваться QR-код, заходи в QR-код, вот он QR-код, это QR-код можно оплатить на сумму, я сейчас продемонстрирую это, тут мы можем ввести в любую сумму, которую хотим оплатить, и оплатим 1 рубль, как обычно, все, деньги ушли, интересно, как быстро они дойдут сюда, давай посмотрим, 1 рубль, обалдеть, цепь пришел очень быстро, то есть видите, мы его видим воплату, но сзади в историю, все, оплата прошла, все круто, чтобы вы получали уведомления, конкретно по одной из, да, вот может получается пушку настроить, и конкретно по этому салону на этот телефон будет приходить уведомление, то есть на другом телефоне мы можем настроить другие QR-коды, давай попробуем оплатить на сумму, давай, я ввожу сумму заказа, то есть допустим тоже 1 рубль, и получается здесь мы видим, что QR-код поменялся, Артем, скриннил и отправляем мне под QR-код пришел, я его сохраняю, так, за 3 стоят, захожу опять в Сбербанк, выбираю, выбираю карту, оплатить, выбираю оплату QR-кода, так, сканировать из файла, вот он у нас. Так, все, деньги ушли, давай проверять. Все, пришло. На другой, получается, видите, на другой QR-код Паша выставлял, и тоже денежка пришла очень быстро. То есть это показывает время, да? Транзакция, да. Транзакция, вот прийти он 9.05. В общем у нас получается, мы видим по каждой транзакции, по каждому QR-коду транзакции, то есть на сегодняшний день это сумма, которая именно конкретно сегодня упала на наш, если завтра уже будет опять по нулям, и мы заново будем видеть, какие суммы нам приходят. Пуш-уведомления мы настраиваем вот так вот, так уже не будет показываться вам приходить, что тоже, в принципе, удобно. Но все остальное, в принципе, вы видели, достаточно быстрый способ оплаты, быстро убегают деньги, быстро они приходят, можно не переживать. И также, чтобы предотвратить вот эти всякие мошеннические операции, когда вам говорят, что чек прислали, если деньги сразу не пришли, то они, в принципе, уже, получается, не придут. Друзья, ну что, у нас еще осталась наклеечка, которую мы решили приклеить, не знаю, удобно, кому-то неудобно. Альтернатива, получается, такому терминалу, у нас это, получается, эта наклейка. Единственный минус того, что он не выдает чеки, но экономит небольшой, там, какой-то процент, часть процента до полпроцента, или 1,03, смотрю у кого какие договоренности с файрингом. А также, в принципе, удобно принимать, когда у тебя нет такого терминала, или курьер, когда уезжает на доставку, то есть у вас есть QR-код, он оп, ему дал, человек оплатил, и не нужно с собой возить терминал. Ну что, давайте сейчас оплатим, посмотрим, как это проходит. Ну, увожу сумму, какую хочу, 3 рубля хочу. А ты какое сделаю правильно? Причку. Угу. Сейчас. То есть, человек может проверять, да, кассир, или флорист, кто принимает оплату, он может, получается, видеть сразу в телефоне. Да. Ну что, мы проверили оплату по QR-коду, все показали, сейчас… Да, вы видели, что это можно делать, да, альтернативно переводу, тоже, в принципе, неплохо, удобно, можно создавать QR-код, как на сумму, так и просто опроводить QR, и клиент сам видит ту сумму, которую ему удобно вам платить. То есть, он там почитает, можно это сделать. Я думаю, что будет большая также проблема с аферами, когда будут присылать эти QR-коды, да, типа оплаченные, чеки, и для этого вот есть приложение, в котором ты можешь проверять, прошел ли платеж или нет, специально отсобильным доступом менеджера, кассира, но тот, кто будет проверять платежи даний, чтобы быстро увидеть, дошли ли они дойдут ли они завтра на расчетный счет. Как ты думаешь, Паша, это удобно? Я думаю, не очень удобно, потому что, естественно, как привыкли, уже намного удобнее перевод и все, погнали. А зайти в приложение Сбербанка, потом открыть этот оплата QR-кодом, вставить картинку и тогда… Больше, я думаю. На одну итерацию больше, чем раньше надо было перевод сделать, да? То есть… Да, это дело привычки, я думаю. Большинство компаний, когда перейдет на этот вид оплаты, а я думаю, это произойдет и будет удобнее. Ну, просто все привыкнуты и уже не будет каких-то споров в товарищи. Сначала, я думаю, будет клиентам неудобно, они будут говорить, блин, давай тебе переводом брошь. Ну, как все относятся, да, наверное, к чему-то не новому, это будет небольшой такой проблемный кусочек. Также, Артем, есть еще вариант оплаты посылки и этот вариант тоже удобен и тоже наиболее быстрый, когда у тебя подключены карты к телефону, ты зашел по ссылке и оплатил. Да, там Сбербанка, Эпл, 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 какие-то все по эти работают. В принципе, тоже самое, но это уже другая система налогообложения, правильно? Да, тут идет, получается, упрощенная система, а если у вас патент, тогда, как бы, вам QR-код будет удобнее, то есть это будет все платежи проходить под патент. А если, соответственно, у вас упрощенка, тогда вам можно вообще не париться с QR-кодом, формировать ссылку, отправить клиенту ссылку, он зашел, оплатил любой картой и очень удобно. Но QR-код же это был дешевле процент? Да, да. Наземный эквайринг, смотря какие договоренности с банком примерно 1,8%, получается у нас QR-код 1,5%, а интернет-эквайринг 2%. QR-код изначально вообще 1%? Да, там еще был 1%, но там еще есть 1% для медицинских учреждений, какие-то есть там ротации, и один какой-то там с лишним за большие чеки типа автосалона еще что-то там чуть меньше получается. Если у вас установлено приложение Сбербизнес и там у вас есть уже войденный аккаунт в ваш отчетный счет, вы не сможете получается пользоваться нормально кассиром приложения, вам нужно будет на другой телефон установить, чтобы не переходить. Я думаю, что не все же будут проверять сами, у нас допустим надо будет выставлять и проверять менеджер, соответственно нам удобно на каждом магазине, а каждый человек будет отдельными, то есть там доступ совместно, одно ИП, то есть на рабочем телефоне можешь проверять все оплаты, приходки, выставлять нужные суммы с QR-кодами, я думаю это очень удобно и полезно, но главное, чтобы это безопасно, чтобы ты видела, что тебе денежка дошла. Да, мы сняли вам небольшой обзор по QR-кодам, как платить, как расстраивать, надеюсь эта информация будет вам полезна. Да, так мы вам прикрепим ссылки, чтобы было удобнее настроить эту оплату, если захотите конечно же настраивать. Ну и соответственно подписывайтесь на наш канал, смотрите, будет интересно, дальше будет больше. Спасибо. 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 Спасибо.